Ферфер мои волшебные, добро пожаловать на канал! Мы с вами продолжаем Black Mirror, проместье черного зеркала. В прошлый раз меня сбила с толку сумасшедшая загадка, где первые три цифры, ну как бы вроде как я вычленила, а последней оказалось восемь. Это как внезапно ты звал Игоря, пришел Петя, да? Ну, примерно так. Так, оттуда мы вычленили ключик. Ключик нам открыл замочек один, осталось еще открыть три. Нужно, наверное, по этому шкафу полазить, где-нибудь еще есть какие-нибудь ключики-замочки, потому что... А, вот он двигается. Так, и что? О, вот нажать нужно? Ага. Звук был такой, будто какая-то часть стала сдвинулась. Получилось. Ага, ну, значит, с другой стороны еще нужно. С этой, например. А, точно. Там было черное, черное-белое. Нажать. А, вон как тут. Нажать на черную? Нажать на черную? Да в смысле, все правильно. Две черные, одна белая, черные. Что, еще методом подбора нафиг надо? Или мне просто повторить, что здесь? Повторить, чего здесь? Белое, белое. Нет? Белое. Ой, я не туда нажала. Нет, не туда нажала. Черное-белое. Так, подождите. Белое. Белое. Или мне с какой стороны нужно начинать? Хорошо, черное. Черное сразу нет. Белое. Нет, черное. Белое. Черное. Белое. Черное. Белое. 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 Черное. Черное. Белое. Белое. С главой нужно было начинать. А там дальше. Черное-черное. Белое-черное. Черное-черное. Белое-черное. Все правильно? Хоть здесь я правильно угадала. Да я не тупая, чтобы решать головоломки, но чтоб настолько ее зафигачить. Ключ и записка от отца. Кто-то хочет помешать моим трудам. Уж я-то знаю. Знаю. Я слышу их шепот и хихиканье. Они пробираются в дом, пока я сплю. Здесь небезопасно. Я запер кабинет, чтобы защитить свои труды. Я ухожу. Любой самую положу конец этой пытке. Дэвид, если ты это читаешь, значит меня уже нет в живых. Потусторонние силы добрались до меня. Прости, что втянул тебя в этот кошмар. Ответы на твои вопросы в бумагах, которые лежат в кабинете хозяина. Используй их. Береги себя. Я люблю тебя, сынок. Господи, что здесь случилось? Что они сделали с папой? Это тот самый ключ, о котором говорил отец? Никогда не видел таких ключей. Кажется, отец желал, чтобы это осталось между нами. Нифига себе. Тут еще и нужно его фигачить в правильном положении. Но в какой, я еще не знаю. Пойдем посмотрим замок. Сейчас мне по башке кто-нибудь настучит, да? О, привет. Ты напугал меня? Прости, прости, я не хотел. А кто ты? Подожди, я... Ящик закрой! Тут дети разве есть? Куда он делся? Да тебе ли... Не все ли равно, куда он делся? У нас как бы свои приколю... А, кстати, мы были выше? Нет, кажется, не были. Там еще спальни должны быть. Открыть. Постучать. Правильно, вначале нужно подергать. Не открывать, значит, постучим. Ночь. Какая жалость. Чердаки могут рассказать о владельце массы интересного. Ты что, решил, что если постучишь в чердак, то тебя кто-то там откроет? Не, а что? Может быть? Все может быть в этом доме. Так, тут чего? Вломиться в чью-то спальню в среди ночи не лучше. Способ заслужить доверие. Так, а какое у меня задание-то было? Найти замок, к которому подходит ключ. Отпереть. Отпереть. Ага. Так, еще раз. Один вверх, другой вниз. Так, вот он ключ. Так. Вот так. Попробуем. Не подходит? Это за 5. Я никак сообразить не могу. Каким... Он вот таким... Каким стороной, блин, он вталкивается в этот замок? Так, еще раз. О, тут полно этих штук. А мне что нужно составить? Крест и какая-то пимпочка. Вот так, вот так он вставляется. Вот, замок вставляется вот так. Замок, ключ в замок вставляется вот так. Это тогда должна сверху быть, а вот это снизу. Вот так. Правильно? Ну, вроде похож. Давай попробуем. Не подходит? Что-то тогда сверху не так. Давай посмотрим еще раз. Что еще тут повернуть можно? Ам, типа, ну-ка. Не понимаю. Вот так он должен вставляться, верно? Ну, вот тут-то какая-то пипочка есть. Это вот. Ну, вот точно пипочка, вот. Вот так он вставляется, вот. Когда я не видел таких ключей? Да мы знаем, что ты таких ключей не видел. Вот, вставляете ключ. Все же правильно. Ёлки-палки. Можно, типа, ключом вскрыть. Тогда наоборот давай поставим. Ну, не, не получается наоборот. Не сработай. Замок слишком тяжелый. И слишком старый, что ли он там сказал. Не подходит, говорит. Каким образом ты его должен вставить-то? Так, вставь любым. Если универсальный. Если его вставлять вот так. Ну, ёлы-палы. Я не знаю. Как по мне, я правильно его выставила. А там? Ну, давай так попробуем. О, сезам, откройся. Наоборот нужно было. Я его вставляла по-русски, а нужно было по-американски. Так, и чего там? Кто-то здесь уже побывал. Либо этот человек не успел за собой прибраться, либо ему было все равно. Надеюсь, он не нашел то, что нужно нам. Если отец спрятал ключ для меня, то это значит, что со дня его смерти сюда никто не мог войти. Подожди. Если никто не мог войти, тогда почему кто... Почему и кто вошел? Может быть, сюда есть какая-то тайная дверь? Мифы и легенды с Северной Шотландии. Держу пари, это из библиотеки. Так. Че там? Интересно. У тебя какая-то баня все сломать, что ли? Прикручена накрепка. Кто-то не хотел, чтобы эту штуку передвигали. А че там? Только не руны. Я только знаю одну руну. Но это уже не похоже на кельтики руны. Это уже скандинавские. Прям такие. Так. Ну, изначально нам нужен код к этим рунам. Так что пока оставим его на месте. Так. Там вот что-то еще светится. Изучить. Открыть. Блин, середина. Я хотел нижний, но ладно. Рутинные письма об управлении поместья. Я могу пригодиться, если я решусь здесь остаться. Почерк, видимо, принадлежал Эдварду. Заплатить половину того, что он требует. Передать дело юристам. Очаровательно. А вот еще. Ты не сможешь вечно прикрываться деньгами. Палач скоро возьмет свое. Будь проклят ты и вся твоя семья. Похоже, в народе его любили не меньше, чем он того заслужил. Ну, знаешь, деревни суеверные в основном. А это что такое там? Все, кроме печати. Что, это бумажка? А, еще фотка. Никак не соображу, где вообще соединять эти фотки. Так, открыть. Истучить. Отец не стал бы прятать свои бумаги в таком очевидном месте, как ящик стола. Кто бы это ни был, он обыскал всю комнату после того, как заглянул в ящик. Возможно, человек не нашел то, что искал. Что там? Второе дно? Как предсказуемо. Тот, кто тут что-то рыл, туповат. Да, это же подойное отделение. Еще одну фотку нашли. Че там? Почерк отца. Часовня. Семейные хроники. Возможно, там я найду ответы. Так, но это что-то с рунами уже связано. 2, 5, 1. Мне опять, что ли, их изучать? Похоже, на записку с кодом для механизма на полке. 2, 5, 1. Мне думать... Подожди, стоп, 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 стоп. Вы мне предлагаете теперь вспомнить руны наоборот? Окей. Хоть тут восьмерки нету. Это я сейчас вспомню. Это я поняла, к чему ведется. Сейчас посмотрим. Так, поизучаем полностью стол только. Просто всякая-всячина. Ничего больше, да? Ну, ничего, так ничего. Пойдем вспоминать руны. Там было... Че там было? 1, 5, чего еще с чем? 2, 5, 1. 2, 5, 1. Так, 2, 5, 1. 2, 5, 1. 1 у нас была... П, кажется, да? Да, П. П, 1, 2, 5, 1. Так, третья полоса будет П. Как мне их... Поверь, малое колесо. Как ни странно, ее здесь нету, этой П. Или вы мне предлагаете, блин, цифрами их посчитать? Руны. Сколько я помню, они не считаются цифрами. Для цифры есть цифры, блин. Непонятно. 2, 5, 1. Но... Типа там же малое колесо 1 было. Но тут такой нету. Оно и на большой, по-моему. Нет, на большой, кстати, есть. И на средней тоже нет. Да, есть на средней, а вот на малой нету. Любопытно. Может, где есть книга с рунами? Что они как-то исчисляются? Или мне рассчитывать опять по той же схеме, но теперь за единицу брать? Так. Пэйт у нас 1. Это у нас 3. Угу. 3. 3. Что-то непонятное. Ну-ка, прям сейчас загугли. Имеет ли руны цифровое значение? Прям даже интересно. Цифры в рунах? Как написать? Наверное, цифры в рунах. Ну, как показалось, имеет. Итак, значит, такс у нас. Тут нету 10, тут есть 0 вместо 10. Так, у нас там что было? 5. Вот как я должна была догадаться? Ну, хоть книгу бы какую-нибудь не кинули. 2, 5, 1. Так, 2, 5, 1. 2, это у нас Z. Не-не-не-не-не-не. Z, другая Z какая-то. А такой нету здесь. Какая есть тут? Может, вот эта? Нет, вот нужна такая, только вот наоборот. Вот она такая же должна быть, но в другую сторону смотреть. Ладно, пусть будет пока это. Хорошо. 2, 5. Вот такая же нужна, но только в другую сторону. Пусть будет вот эта. Вот я сейчас еще покопалась в рунах, и двойка тут совсем другая. Это какие руны вообще? Нордические или какие? Или кельтские? В какую сторону мне, блин, копать? Если это нордические, то мне нужна... Мне нужна... А я ее тоже тут не вижу. Может, я слишком усложняю? Да нифига себе, слишком усложняю. Тут вам люди через уравнение все решали. Нет, наверное, все-таки нужно искать книгу по рунам. Наверняка ведь должна же быть здесь. Не может такого быть, чтобы не предусмотрена была эта фигня. Возьми, блин, свечку. Тут что по темноте-то шатаешься? Или нужно опять через вот эти вот записульки решать все. А, может, тут что есть? Конечно. Умоляю вас пересмотреть свое решение, сэр Эдвард. Поколение моей семьи жили на этой земле, и когда тебе говорят, что ты должен покинуть собственный дом, это невыносимо. Моя жена Элис, вы с ней встречались. Вне себя от горя. Нам некуда идти, и я молю вас отыскать в сердце каплю сострадания и позволит нам остаться. Окей. Выселить до конца месяца. Любопытный дядька. Знаки уже появились. Можешь отрицать это сколько угодно, но они есть. Древнее зло, которое населяло эту землю, пропитало самые стены твоего замка. И если ты не будешь действовать осторожно, оно погибет всю твою семью. А что, еще тут приписка? Свяжитесь с полисменом. Пусть эту ведьму запутут где-нибудь, откуда она и не сможет нам докучать. А это что? Может, где руны тут есть, нет? Блин, это офигеть, как странно. Почему? А, есть тут что. В деревне пропала девушка. Местные жители беспокоятся по поводу исчезновения коры Маке, 17-летней деревенской жительницы. По данным полиции, последний раз девушку видели два дня назад, когда она возвращалась с работы из таверны Требочки. Требочонка. Это уже третий подобный случай за последние несколько месяцев. Но обстоятельства исчезновения всякий раз отличаются. Кору описывает как невысокую девушку, ростом примерно 150 сантиметров, с серыми глазами и длинными темными волосами. Все, кто владеет какой-либо информацией об этой деле, убедительная просьба сообщить полиции, что ли там было? К чему такая шумиха? Она всего лишь крестьянская девка из таверны. Не умеешь придерживать длинный язык с зубами? Не удивляйся, когда получишь по заслугам. Я смотрю, дед такой прям был. Похоже, девушка Эдвард не останавливала ни перед чем ради, дедушка, того, чтобы добиться желаемого. А рун все еще нету. Сидушка. Не поворачивается. Журнал? Нет. Это странная финтифлюха. Очень странная. Чтобы не быть подсказки здесь, в самой игре. Где я должна ее вообще искать? Хм. Ну, единственное, похожее на что-то, типа вот этой двойки, это вот эта руна. Мне кажется, это не она. Ну, да ладно. 2, 5, 1 там было, да? Так, средняя. 1 это у нас, моя любимая руна, которой тут нет. Она есть, но в прямом положении. Хорошо. Вот так. 1, 2, 5, 3, да? 2, 5, 3, ведь нет. Нет, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 5. 5 это у нас R. Почему-то внезапно. Вот это. 2, 5 и 1. Это у нас... Блин. Неудобно. Какое управление, просто жесть. Наверное, это у нас. Ну, это у нас. Ну, это у нас. Ну, вон та, я ее проехала. Но она в перевернутом положении. Вот. Не знаю, ничего не случилось по итогу. А, тут еще можно... Ты издеваешься? Да пошел ты нафиг. А я тут сразу... Я говорю, может, я усложняю сильно? А, по уровням. Ясно. 2, это у нас... Ясно. Метелка. 2, 3, 4, 5 и 1. Ясненько. Ясненько. Выходит, дело. Кстати, первое, по-моему, было правильное. Так, где она тут? Бета где? Что ты... А, вон она. Я ее просто прокрутила. И... Малое колесо. Это у нас метелка была. Вот она. Да? И что? И мне как это все... Задействовать-то? Так. Ну-ка, посмотреть. А то я, может, пароль еще неправильно называю. Ну, 2, 5, 1. Все правильно. 2, 5, 1. Ау. А, 2, 5, 1. Два метелка. 5, B. Два... Метла, B и N. Я неправильно ее поставила. А, 2, 5, 1. Ой, емки-боги. Вон она. 2, 5 и 1. Это... Где она тут? Вон она. Есть. Не в правильном положении поставила. Не по тому порядку. Блин, оказывается, все им иногда просто. Но только не с этими рунами и с этими расчетами. Откуда взялась восьмерка? В этом замке определенно есть свои секреты. Определенно. Так, башню нужно воткнуть. Где она тут? Вот она. Такая точная копия и все эти детали. Сюда вложен немало труда. Здесь не хватает. О, секундочку. Ну, конечно же. Так. Че? Что? Кто-то бегает? Так, башенка отвалилась. Вот это да. Что? Подожди! Теперь нам за пацаном нужно бежать, сломя бошку. Мальчик! Вы его видели? Куда он делся? Я тебе говорил, не беспокоить меня, когда я в кабинете! Нифига себе. Э, нет! Нет! Вы в порядке, сэр? Что произошло, Дэвид? Мальчик повсюду кровь. И он его столкнул. Кто? Кого по-вашему вы видели? Ну, я смотрю, домик-то населен призраками. Или просто спать нужно больше? Что вы сказали, сэр? Что? Я ничего не говорила. Все в порядке. Вы совсем как ваш отец. Вы тоже их видите, да? Кого? Я сама детства разговаривала во сне, не о чем беспокоиться. Бедняжка до смерти напугана. Конечно, сэр. Прошу прощения, сэр. Мой отец. Что он видел? Не мне об этом говорить, сэр, но... Прошу прощения, сэр. Не надо вам тут быть. Это место свело вашего батюшку с ума. Свело его, он говорил, кого или что он видел. Я не знаю, сэр. Не стоит слишком на нее давить, она и так меня боится. Извините, я не расслышал ваше имя. Эйлса, сэр. Эйлса Крэннон. О, и мистер Эндрю просил передать, что он хочет встретиться с вами в библиотеке. После завтрака, конечно. Спасибо, мисс Крэннон. Хе. О. Че? Возьми себе руки, Дэвид. А че мне надо делать-то? О, нифига себе. Внезапная мини-игра. Дружок, у тебя с башней что-то не так? Это плохо. Мой отец тоже их видел? Не эти ли идеи не заставили отца уехать из замка в молодости? Может, это они заставили вернуться? Вероятно, он нашел что-то в семейных хрониках, о котором я упоминал. Мальчик и старик. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел того мальчика. Может быть, я просто забыл? Насколько я знаю, никогда раньше не бывал в этом замке. Ну, мне кажется, это твой отец в детстве был. Какие-то воспоминания. Никто, кроме меня, не видел ни мальчика, ни старика. Похоже, вы на дедушку Эдварда. Но они казались такими реальными. Гораздо реальнее, чем мрачные видения из детства. Где-то еще галючки ловишь. Почему мы постоянно играем за каких-то неосильно уравновешенных товарищей? Эльса что-то знает, но не хочет рассказывать. Так, ну хоть утро, хоть светлее стало. И дождик пошел, приятно. А тут все же, что не идет. А мы бегать можем? Нет, только очень быстро ходить. Ну, пошли на завтрак. Распригласили. Как только закончишь на кухне, приберись в подвале. Пауки строили там гнездо. Огромное гнездо. Они распозлились по всему подвалу. Мастер Дэвид. Как любезно, с вашей стороны, почти, на своем присутствии. Я что-то не пойму, почему я должна с ним... Он же как бы... И типа... А что я тебе сделала, что ты так со мной общаешься вообще? Ладно. Мы все-таки гости. Он все... А кто он? Он дворецкий здесь. Он же здесь не хозяин. В итоге я тут хозяином стану. Наверное. Не знаю. Ну, да. Ладно. Не будем лезть в бутылку. Дружелюбно. Спасибо, что подождали. Мы верю вас за терпение. Я велел прислуги приготовить для вас лучшие шотландские деликатации. Кровяные сосиски, хаггис, яичница, болтуни с оленем мозгом и беконом. Эл. Оленей мозг? Эл. 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 Ну, может быть... Эл. 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 Мама никогда не любила требуху. От этого блюда она бы не точно отказалась. И... Ну, ладно. Я лично застрелил оленя в ближайшем лесу. Надеюсь, вы нормально прожарили хоть мозги-то. Было очень вкусно. Спасибо. Полагаю, наша пища может показаться необычной человеком, который воспитывался так, как вы. Я воспитывался в Индии. Чем-чем, а необычной едой меня не напугать. А, ну, типа, все, да? Да, мастер Дэвид. Его работа на Гордона. Вы работаете на моей семье всю жизнь? Да, мастер Дэвид. Если не считать период службы в Свазиленде. Вы служили в Южной Африке? Именно так, сэр, во время Буржеской войны. Но сэр Эдвард вмешался, и мне удалось выйти невредимым из-за этой высшей степени бессмысленного конфликта. Могу я задать вопрос? Служанка, она кажется нервничает, как будто боится меня. Эта девушка боится всего. Вы о ней не слишком высокое мнение? Нет, сэр. И простите за дерзость, но у леди Гордон пропала сережка. Ага, ясно. Вы подозреваете служанку? Не мне об этом судить, мастер Дэвид. Но ты именно это и делаешь. Много в доме прислуги? Сейчас только я, служанка из одной кроре. Да, и еще адвокат. Если то, что он делает, можно назвать работой. Совсем немного для такого большого дома. Если он захочет занять больше людей, я не буду возражать, сэр. Но, конечно, не всякий подойдет для работы в этом доме. Что ты имеешь в виду? Что ж, хорошего дня. И вам, сэр. Ну, он такой... Какой-то он мерзковатый, что ли, не знаю. Я, типа, тут, ну, как бы... Я внук твоей хозяйки. Типа, я скоро тут главной стану. Ты так со мной обращаешься. Элса знает о моем отце больше, чем смеет рассказывать. Надо не терять время попытаться заслужить ее доверие. Эта погода улучшится. Она может вернуться в деревню. Ты что, со второго этажа решила уйти в сад? Что за бред вообще? Бабулька курит трубку. Я думала, ты ниже ее застоящее. Бабуля курит трубку. Трубка курит, бабуля моя. Леди Маргарит. Дэвид. Сперва я хотел бы извинить за свое странное поведение вчера вечером. Дело в том, что... Ни слова об этом. Разумеется, тебе очень утомило путешествие. Меньше разговоров, меньше вреда. Не хочу давать ей очередную помощь, считать меня смешно. Довольно необычный вопрос. Я совершенно удивлена, мой мальчик. Я когда-нибудь уже забывал здесь? Возможно ли, что я приезжал сюда в детстве, но забыл об этом? Нет. Ты никогда не видел этих стен. И что-то мне подсказывает, что вас это совершенно устраивало. Мой дедушка. Каким он был? Он был великим человеком. Красивый. И очень красивый. И заботливый. Такой заботливый, что сбросил беззащитного ребенка с лестницы. Когда он был жив, все было совсем по-другому. Служанка. Она немного странноватая. Как будто боится меня. Да-да. Она из простых, эта девочка. Наверное, простых наслушала с местных сплетней о проклятии Гордонов. Проклятие. Что за проклятие? Крестьянские домыслы. Полагаю, она боялась увидеть в тебе те же вспышки жестокости, как ты странал. Твой отец. Я не знал, что отец был жестоким человеком. Ох, ты много не знаешь о своем отце. Это его работа. Что? Но как? Это он шею разрезал? Я бы предпочла это не обсуждать, Дэвид. А служанке хорошо бы держать рот на замке и оттаскать наконец-то сережку, которую она потеряла. Она как сорока с блестящими дорогими вещами. Мне пора идти, леди Маргарет. Тогда до встречи. А, еще, Дэвид. Хозяин дома следует уважать в частную жизнь и стали жильцов. Даже твой отец это понимал. Но так комод запирается. Не просто так. А я сказал, комод закрой. Притворное незнание. Это было очень важно. Я искал кое-какие документы, а Андрей уже ушел спать. И все же я буду признать, что если ты начнешь уважать правила этого дома, ты пока еще не хозяин этого места. Я зато честно тебе сказала, что я там лазила. Должна сделать поблажку хоть какую-нибудь. А что там взять можно? Потерянная сережка Маргарет. Все-таки никто ее не воровал. Я только что сережку твою нашла. Несмотря на все, что я знаю о дедушке Эдварде, леди Маргарет его до сих пор благотворит. То есть, мой папашка почти убил бабку? Круто. Бабуля, я нашла сережку. А может... Леди Маргарет... Да, ну, Дэвид. А может, служанке отдать? Да нет. Лучше напрямую отдать, потому что тогда будет подозрение, что она реально ее украла. Так что отдадим. И я бы мог отдать ей, но она все равно не скажет ничего дельного. Не в оцене, а секретное это место. А вот служанка... Я могу использовать серьги, чтобы завивать ее доверие. Ну, давай. Мне пора идти, леди Маргарет. Ну, давай служанке. Я думала, если сейчас отдам, она придет с сережкой, ее вот тут обвинят, уволят, все дела. Пятая, десятая. Ну, нет, так нет. Ее в подвал, кажется, отправили. Вспомнить бы, где здесь еще подвал. Нужно идти на кухню. Я была в столовой. В столовой... В столовой была. Так, теперь нужно к кухню зайти. А где кухня? Столовая. Если я сейчас здесь выйду, там будет небольшой коридорчик. Вот тут, кажется, да? Логичнее, что еду несут откуда-то из ближней части. А нет. Это у нас чайной. Я бы звала это чайной. Вначале каминной, теперь чайной. Блин, где у нас кухня-то? Почему кухня вообще в другой части замка? Че это тут? Телефон? Свидетельство новой эпохи. Даже в старинных домах вроде этого. Там телефон, да? Мне так нравятся прозрачные крыши, то есть из стекла. Я просто кайфую от них. Так, вот сюда. Точно тут кухня. Странно как-то нести через три зала, блин, еду. Уж не знаю, насколько это правильно. Пока донесешь, все остынет. А вот она. Мисс Крэннон? Какая кровь? Разве это штука не для того, чтобы подавать готовую еду? Почему у нее кровь? Маленький паршивец решил, что это забавно, предложить туда голову одного из своих зверюх и напугать меня. Хранил бы их в подвале. Простите, сэр, мне не следовало это говорить. Вы когда-нибудь разговаривали с моим отцом? Я работала здесь, когда он... То есть я... Продолжайте, пожалуйста. Мне не полагается с ним говорить, сэр. Леди Мэргарет сказала. Простите, сэр, мне нужно работать. Она боится, Маргарет, не меньше, чем дворецкого. Бедняжка. Вы сказали, что у моего отца были видения. Я не хочу об этом говорить, сэр. Я заметил, что дверь на чердак заперта. Простите, лучше ангуса, сэр. Я редко туда поднимаюсь. Ее перепугало одно упоминание чердака. Что ж там такое? Это, кажется, вы потеряли. Ой, сэр! О, спасибо, сэр! Я только хотела их примерить. И не собиралась. Но я их потеряла, сэр. Я боялась сказать ей сиятельство. Ее крутой нрав. Что вы собирались с ним сделать? Если мне удастся подкинуть их в салон, может, я сиятельство решить, что она сама их потеряла? Учитывая, что я узнала о ней за последнее время, очень в этом сомневаюсь. Что произошло с моим отцом? Простите, сэр. Вы не такой, как они. Ой, сэр, есть вещи, которые вы должны знать, но... Мне правда очень нужна эта работа. Нужна эта работа. Она что-то знает. Но как убить из нее, что мне можно доверять? Пауки в подвале? Хотите, я спущусь с вами в подвал? Не могу же я просить о таком хозяина дома, сэр. Но я ведь пока здесь не хозяина, а вы и не просили. Очень мил с вашей стороны, сэр. Рад помочь. Я скажу, когда буду готовить спустить с вами в подвал. Не буду больше отвлекать вас. Это у нас не подвал. Это что у нас? А, это кухня. Точно, кухня. Ну что, пойдем в подвал? В шауи. Пойдемте. Я вчера ночью осмотрелась, а сегодня днем все равно буду шататься, видимо, по всем комнатам. Так что нет смысла тянуть. Боюсь представить, какие пауки все должны быть, что мы вдвоем идем на них охотиться. Давай изучаем. Как жестоко со стороны мистера Макина. Отбрать ее сюда одну. Взять. Посмотрим, что тут внизу. Так, изучить. Звучит жестоко, но справиться с таким заражением можно только огнем. Ты, главное, все остальное не подожди. Можно только огнем. Ближе лучше не подходить, иначе они облепят меня с ног до головы. Нужно придумать, как от них избавиться. Так, стоп. Палку, что ли, искать придется? Давай смотримся, изучить. Живая вода. Некоторые из этих сортов производятся на местных виску... Вискокорнях, что? Че это такое? Спирт, что ли? Чистый спирт. На вкус не очень, но для уборки в самый раз. И для фокусов. Ты фокусы любишь? Ты уже несколько раз упомянул. Выглядит свеже. Работа мастера Эдди. Они с мистером Маккиноном недавно его сюда притащили. Бедный зверюшка Эдди. Еще один член семьи, с которым я еще не знаком. Столько крови от одной животинки. Ну, шо ж ты хотел-то? Че там? Не самое гигиеное рабочее место. Карта охоты. Похоже, кто-то промышлял браконьерством за пределом от поместья Гордонов. Но, кто-то мы уже явно не узнаем. Какая-то пыточная. Больше на пыточную похожа. Чем на подвал. Даже на вин... Что? Сжечь. Походите, не стесняйтесь. Сэр, что вы делаете? Боже мой, это потрясающе. Ты че, спирт глотал? А это не больно? Хватит выпендриваться. Простенький фокус, которым я научился в Индии. Извини, Эйлос. Я тебя напугал? Я не думал, что... Я спирт проглотил из-за тебя. Кто вы? А вы... Эдвард Мелори. Можешь звать меня Эдди или Эдвард Третий. Так это и есть кузен Эдди. Он выглядит... Добро пожаловать в мой замок. Таким же ужасным, как остальные. Мой замок. Как же. Эм... Рад познакомиться, Эдди. Значит, твои родители, мои тети, Клара и дядя Виктор. А они? Именно. Мертвя и мертвого. Что один, что другая. Прелестно. Ты прожил здесь всю жизнь? Значит, ты виделся с моим отцом? Уже после того, как он растерял остатки мозга. Будь моя воля, я бы упёк его в сумасшедший дом гораздо раньше. Упёк его? Так что ты делаешь здесь внизу? Между прямотой и грубостью есть граница, о которой кузен Эдди, похоже, не подозревает. Я помогал мисс Креннен. О, а меня ты почему не попросила? Простите, сэр. Сэр, мне нужно идти. Уже уходишь? Я что-то не так сказал? Она всегда так себя ведёт в присутствии аристократов. Ты что-то говорила о сумасшедшем доме? Разве? О, да не, я не знаю. Да ты не знаешь. Так, что? Забудь. Знаешь, мне пора разделывать дверя. Мне начинают надедать, что все в этом доме клоняются от ответов. Да, уже начинает как-то противненько быть. То ли они тебя огораживают. Знаете, сэр, я вам должна кое-что рассказать. Это очень важно, сэр. Я послушала их разговоры и... Тебе платят за работу, а не за болтовню. Займись делом. Простите, мистер Маккинон. Кажется, наконец получил хоть какие-то ответы. Так, ну что ж. А можно в сад уйти? Если старик, который я видел, и правда мой дедушка Эдвард, то мальчик это... Нужно выяснить, действительно, это был он. Хорошо, а что у меня по заданию? Встретиться с Элсой после обеда. Так только что завтрак был, уже обед? Мы сколько же там пауков-то убивали? Точнее, ужин. Мы там целый день пробились, что ли? Или я просто опоздала на завтрак? Не пойму. Так, ну что ж. Тогда все осмотримся. Все осмотримся, все осмотрим. С кем-нибудь, может, еще поболтаем. Может, еще что найдем. Ох, я бы тут сидела целыми днями, будь у меня такая библиотека. Определенно. Че там? Дэвид, прошу прощения, что я не могу поздороваться лично. Поскольку телефон в замке не работает из-за недавнего шторма, мне пришлось отправиться в деревню, чтобы связаться со своим конторой. Когда я вернусь, то провожу вас в часовне, чтобы вы могли почитать память отца. Искренне ваш, Эндрю Харрисон. А может, я отправлюсь в часовню сам? Как-то для погода улыбается. А, это меня за писюльку кто-то оставил. Окей. Здесь написано Мэлори. Наверное, кто-то из клиентов мистера Харрисона. Типа ничего больше, да? Свои бумаги везде здесь раскидал. Значит, они не столько важны. Так, а на второй этаж назад пойдем. Глянь, ты все оставил открытым. Тебе вообще не стыдно? Этот доктор Фарбе может оказаться полезным. Возможно, стоит написать ей пару строк? Вдруг она прольет свет на последней неделе отца. Ах, да, там какой-то докторенок был. Я, женщина, кажется. И я не поняла, что она там говорила. Так что давайте посмотрим по дневнику. Есть тут что? Так. Так, где я тут остановилась? Тут раз. А, вот, все нашло. Большую часть моей юности он провел в путешествии поиска. А, это мы уже все прочли, да. Тогда дальше там. Вот. Прием, оказанный мне по приезду, оказался таким же холодным, как и стены замка. Но Эндрю Харрисон, адвокат ранее связавшись со мной от лица семьи, старался за всех сил, чтобы я чувствовал себя как дома. Прислуга в доме не менее странная, чем члены моей семьи, служанка тихо крадется за запертыми дверьми, а старый садовник рорит, предупреждает меня о каком-то мрачном семейном секрете, но не сообщает подробностей. Из писем, которые я нашел в доме, видно, насколько отец был одержим оккультизмом. Большую часть моего детства он изучал его, путешествуя по миру в поисках книг с тайными знаниями. И дедушка Эдвард, из его писем и записок восхищения, которые бабушка Маргель к нему испытывает, кажется еще больше странным. Эдвард считал, что люди – это всего лишь имущество, просто вещи, с которыми он мог делать все, что хочет. Мне остается надеяться, что галлюцинация, в которой я видел мальчика, даже если он казался реальным, была результатом накопившейся последние недели усталости. Возможно, это воспоминание юности или же первый признак безумия, который поглотил отца. Кстати, записок тут и нет. Кем был мальчик встретиться с Эльзовым обедом? Просто была какая-то записка на английском, которую я не понимаю. Ну да ладно. Телефон не работает. Кому писать непонятно. И почему-то некоторые фразы просто не переведены. Наверное, случилось обновление, а перевод был в релизнутой версии. Такое тоже бывает, да. Так, ну пойдем отсюда, то есть тут ничего нету. Еще пойти дернуться в чердак? Дернуться в чердак. Не поручаются. Нужен ключ. В кабинете мы уже побывали. Тут чьи комнаты? Это вообще не активно. Тоже уже не активно. Опять на деда посмотреть? Это точно он, человек, который я видела этой ночью. Но как? Дедушка Эдвард умер еще до моего рождения. А будь он жив, ему должно быть уже не за 70. Так, тут моя комната, да? А нет. Это вообще что за место? Что это? Еще фотка? Где мне собирать эти фотки? Объясните мне наконец. Это какая-то бонусная муть где-нибудь на главном экране собирается? Закрыто. Так, а вон туда это моя комната, да, тут? Или нет? Да, да, часы. Узнаю их тиканье. Он мой злейший враг тут, часы. Больше никто, только часы. Мы уже признали это, кинули перчатку ненависти в них. Так. В верхушку мы вроде все облазили. А тут у нас что? Позвольте узнать. Что-то я не помню. Библиотека, кажется, да? Вверх библиотеки. Точно, уходим. Пойдем вниз. Чего уж теперь? Пойдем дойдем до телефона. Но уже сказали, что он не работает. Но все же, на всякий случай. Вдруг он внезапно стал работать. Он работает? Его починили? Или Эндрюс? О, как, внезапно. Не зря пришли. Ну, звони докторенку там. Нет? Просто проверили, что телефон оказывается рабочий. А в сад или на улицу там выйти? Не, не хочет. Не хочет. Встает на месте. Ничего не хочет делать. Так. Мне чего? Куда теперь? На ужин? Мы только отзавтракали. Ну, ладно. Пойдем посмотрим. А может вернуться в подвал, поговорить с этим рыжим парнем? Он вроде как мой двоюродный брат. Выходит дело. Сейчас попробуем стукнуться в подвал. Нет, уйти не хочет. Лучше оставлю кузена Эдди наедине с его увлечениями. Окей. Пусть остается кузен Эдди с чем хочет там. Так, в библиотеке мы были. Мы не были в чайном... В чайной комнате. Чайная комната. Так, это не туда. Вот сюда, посмотрите. Здесь кажется... Нет, это каминная, кажется, да? Большая каминная. Точно. Большая каминная. Значит, чайная комната справа. Это единственное место, где мы еще не были за сегодня. Кстати, а вон там что? Это вот чайная комната, а там дальше по коридору что? Так. Еще раз фотку посмотреть. Так, носить снимок будет проще. Какой снимок? Тот самый мальчик. Это точно он. Я совершенно в этом уверен. Но все же нужно убедиться. Может, наоборот, и есть имя. Да нет, это точно он. Дедушка Эдвард. Точно такой же, каким я его видел ночью. Леди Маргарет? Она выглядит счастливой. Не могу представить, чтобы сегодняшняя леди Маргарет так улыбалась. Мальчик. Что же он такое натворил, что Эдвард столкнул его с лестницы? Это моя семья. Но при этом они мне совсем чужие. А это что? Он как будто нарисован кровью. Пятна крови там? Что там? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Ничего не понятно. Временами какой-то психодел происходит. Что, блин? А, мне нужно нажимать? Отец. Укусил. Занос. Мне нужно разузнать все у мисс Кранен. Что-то там, что-то с чем-то там. Ничего не поняла, что он там сказал. Короче, он хочет какой-то мисс Кранен какой-то что-то узнать. Найти могилу с картины. Встретиться с Элис после обеда. Кем был этот мальчик? Ладно. Найдем тогда могилу с картины в следующий раз. Вот сюда давай пойдем. Прям к этому глобусу, чтобы красивенько было. Романтично красивенько. Может, кого еще встретим здесь? Картина прям висит на входе. Прям она меня смущает почему-то. Вот здесь встанем. Симпатично, чтобы было. Тогда в следующий раз продолжим с этими могилами. Ну, а вы знаете, что делать. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте, что вы самые волшебные. Фэр фэр.